В ярком солнечном свете минувших выходных жители уютного агрогородка Степанки собрались вместе, чтобы отметить одно из самых значимых сельскохозяйственных событий года – Дожинки-2023. Но, как известно, память – это то, что объединяет нас всех, потому праздник начался с памятного митинга в мемориальном комплексе Дремлёва. Сожжённая в 1942 году деревня уже не возродилась, она осталась в наших сердцах и в нашей памяти. Жабинковцы с трепетом относятся к своей истории и сохраняют историческую память, что как никогда актуально в Год Амира и Созидания. Представители органов власти, общественных организаций, местные жители возложили цветы к подножию главного монумента. Этот праздник в этом году мы отмечаем в агрогородке Степанки. Этот выбор был сделан неспроста, так как у нас в этом агрогородке есть наш мемориальный комплекс, чем мы гордимся – Дремлёва. Сюда мы положили к этому празднику асфальтовую дорогу, и поэтому впервые тоже в истории нашего района решили отметить этот праздник – Дожинки-2023, именно с отданием памяти жертвам геноцида белорусского народа именно в этом месте. Праздник продолжился в агрогородке Степанки, где по центральной улице города прошло шествие «Шлях до хлеба». В колонии лучшие хлеборобы Жабенковского района, которые в жару и в непогоду с раннего утра до позднего вечера самоотверженно работали на хлебной ниве, чтобы на наших столах был самый главный продукт – хлеб. В текущем году Жабенковский район завершил уборку одним из первых Брестской области, и хочу отметить, что этот год для Жабенковского региона, для всех сельхозпредприятий стал рекордным. В текущем году мы намолотили 55 тысяч тонн зерна. Это рекордный результат, и кроме того, практически 9 тысяч тонн рапса получил наш регион. Это рекордный результат, это заслуга всех дружеников села, начиная от руководителя, заканчивая механизатором, агрономом и каждым трудящимся, кто внес свою лепту в каравай района. Главной точкой стала, так сказать, даже ночная сцена, где с особой теплотой участвовали комбайнеров, водителей, занятых на отвозке зерна, машинистов, зерносушильных комплексах, главных агрономов, инженеров, агропредприятий и других участников страды. На Малатиле мы 7 130 тонн, это, как сказали, что на 2 тысячи тонн больше. На сцену приглашаются победители районовостревывания среди водителей, осуществляющих перебуску зерна от комбайна. Но, тем не менее, в этом году мы без одной десятой 44 центнера намолотили на условный гектар. Очень довольны, такого, как говорится, урожайности никогда не было. Олег Михалюк – молодой специалист. Работать на комбайне он пошел в 2014 году и остался до сих пор. И это неудивительно, ведь, как отметил Олег, он просто любит свою работу. Юноша стал победителем районного соревнования «Дожинки-2023» по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур. В этом году, как никогда, еще я намолачиваю очень много, больше, чем полторы тысячи тонн зерна. Эмоции не передать. Приятно это. Поздравляем вас за слушными наградами. Спасибо, уважаемый Николаевич. Это как бы убирать хлеб, это, наверное, не каждому дано. Дорогие друзья, принимайте музыкальное поздравление. Работаешь не за грамоту, не за место, а просто тебе нравится это. Берестейским аграриям слова благодарности и подарки, а жителям интересная выставка фермерской техники и новейших разработок в области сельского хозяйства. Гости с интересом оценивали высокотехнологичные сельскохозяйственные машины, которые помогли труженикам улучшить качество и эффективность работы на полях. Впечатление очень хорошее, отлично, все нравится, все прикольно. Мне очень нравится праздник. Успела поскладывать магазин для автомата. Мне все понравилось. Да, мне все понравилось. Потому что нас не было, потому что я, как говорится, всю жизнь в поле был. Вот, это мой трактор, я ее получал новенькую, видите. Потом я передал сыну. Сын работал лет 12 на ему. Очень нравится, очень интересно, все понравилось, очень весело. Все уже посмотрел, все понравилось. Профессий в мире существует множество, но, пожалуй, труд хлеборобов ни с чем не сравнить. Он бесценный. Это благодаря их стараниям и трудолюбию на столах белорусов всегда присутствует душистый хлеб. И каждый из нас это ценит.